Всем привет, это Миша, и в сегодняшнем видео я поговорю о том, какие у американского правосудия есть особенности, какие его черты, ну, для человека, скажем так, с постсоветского пространства, кажутся очень странными, и я не буду говорить о ней, хорошие или плохие, понятно, что то, вот как оно здесь появилось, оно появилось, скажем так, в результате естественного процесса, и да, проблемы у американской правоохранительной системы есть, и действительно в Америке очень много заключенных и так далее, и так далее, и так далее, но как бы сегодня я именно хочу просто рассказать о тех особенностях, которые есть, а не как бы критиковать или хвалить те или иные практики. Рассказывать я об этих особенностях буду на примерах реальных дел, и как бы постараюсь, ну, по минимуму, использовать какие-то громкие дела с известными людьми, а сосредоточусь на каких-то, ну, локальных, что называется, происшествиях, но которые хорошо демонстрируют ту или иную ситуацию. Ну, и начнем мы с так называемой системой с тремя страйками. Вас ловят один раз, ну, вас наказывают. Вас ловят второй раз, даже, ну, может быть, там, это не очень какое-то большое преступление, вас наказывают, в общем, более или менее гуманно. Вас ловят третий раз, и это может быть, в общем-то, опять же, не очень какое-то жуткое преступление, там, ни убийство, ни изнасилование, там, и так далее, но вы рецидивист, да вас, как бы, по-хорошему не дошло, вас посадят. И вот именно то же самое случилось с человеком по имени Ларри Пирсон из Лабака, штат Техас. Значит, у него там было уже несколько судимостей, и полиция пришла арестовывать его по обвинению в каких-то домашнем насилии. Он, ну, женщину, может быть, свою подругу, сожительницу избил. Вот, его пришли арестовывать, он стал сопротивляться и стал вплеваться в полицию. И вот за эти самые плевки в полицию его, как бы, приговорили к тюремному сроку, и тюремный срок этот, поскольку это третья его судимость, составил 70 лет лишения свободы. Вот. Так что здесь все серьезно, как бы, да, один раз человеку дают уступиться, ну, два раза хорошо, как бы, до некоторых не сразу доходит, но если три раза, то, в общем, у человека перспективы крайне незавидные. Следующая особенность американского правосудия, ну, и такая, конечно, себе особенность, да, во многих, наверное, странах есть такая проблема, это волокита. То есть, очень долго движутся дела. Значит, одно из таких дел, я за ним следил, ну, как-то вот так случайно попалось оно мне на глаза, значит, тоже произошло это в Техасе, в городе Абелин, как раз незадолго до того, как я сам переехал в Техас, ну, то есть, в 2019 году. Соседи немножечко поспорили из-за выброшенного на помойку матраса, значит, спорили они, спорили. Один из соседей взял пистолет, продолжил спор. Другого соседа, да, он, ну, скажем так, допустим, спровоцировал, да, тот на него ринулся и в результате его застрелили. Вот. И там еще сын этого мужчины тоже, он был с дробовиком, он тоже стрелял. В общем, короче, такая история, есть видео в интернете. Значит, соответственно, 2019 год, первая половина, приговор был вынесен только в начале вот этого вот 23-го года. И, да, вот мужчину, который стрелял из пистолета, его приговорили к приличному сроку заключения, его сына признали невиновным, вот, но, тем не менее, то есть все это время он был под залогом, ну, вернее, не все, а значительную часть, да, он отсидел под арестом некоторое время, вот. Ну, и вот такая история, то есть, буквально говоря, годы идут между убийством и между тем, как по этому убийству будет вынесен приговор. Понятно, тут еще наложился ковид, наверное, адвокаты активно пытались затянуть дело, понимая, что, ну, как говорится, вердикт будет не в пользу, значит, вот этого мужчины пожилого, да, ну, и, как говорится, там, в возрасте в районе 70 лет, да, там, пара лет на свободе, это как бы важно, да. Ну, вот, возможно, из-за этого, но так или иначе времени прошло много. Следующая особенность, это, условно говоря, независимость уголовного и гражданского судопроизводства. И здесь пример, ну, он настолько классический и известный, что вот тут как раз будет громкое дело в качестве примера, а именно дело О.Джей Симпсона, значит, известного бейсболиста, который, если я скажу, убил свою жену, то я, как бы, совру, да, с точки зрения вердикта присяжных по уголовному процессу. А вот с точки зрения присяжных по гражданскому процессу я не совру. Значит, что произошло? Как бы, ну, в Википедии вы можете почитать детали, но так или иначе, значит, О.Джей Симпсон, он уже с женой, как бы, вроде, был в плохих отношениях, вроде как собирались развестись или что-то такое, она там встречала их с каким-то молодым человеком, в общем, в один день этого молодого человека и, собственно, вот жену их убили. И, ну, все, как бы, подозрения пали на О.Джей Симпсона, но жюри присяжных его оправдало. Но вместе с тем гражданский иск, который подавался, ну, родственниками погибших, то он, жюри присяжных, был принят и удовлетворен. И тут надо вот что отметить. В гражданском процессе для того, чтобы, как бы, признать, кто прав, кто виноват, нужно простое большинство. То есть присяжные, условно говоря, там, 12 человек, вот 7 сказали, да, типа, иск удовлетворить, все, он удовлетворен. В уголовном процессе, чтобы признать человека виновным, нужно единодушное решение. Ну и, соответственно, вот, в случае О.Джей Симпсона по уголовному процессу такого решения не было. То есть он не пошел в тюрьму, он не признан виновным в убийстве. При этом в гражданском процессе он признан виновным, как бы, в нанесении, ну, вот, ущерба, да, который он должен компенсировать родственникам погибших. Вот такой, как бы, юридический касус. Следующая история, о которой я хочу поговорить, это залоги. Идея в чем? Пока человек не осужден, да, какой смысл его держать в тюрьме? Может быть, он невиновен, да, зачем его подвергать наказанию? Но, чтобы он не сбежал, его, как бы, выпускают под залог какой-то собственности. Ну, как правило, это сумма денег в том или ином виде. И залог, он назначается, ну, так, чтобы это была, как бы, существенная сумма. Да, то есть, условно говоря, вот, в одном из своих новостных выпусков я рассказывал про вот этого крипто, значит, товарища, который, судя по всему, немножечко некорректно распоряжался деньгами людей, да, Сэмуэля Бэнкмана Фрида, там, ему назначили какой-то огромный-огромный залог в миллионы долларов, да. Значит, и под залог, в принципе, могут выпустить, ну, вне зависимости от тяжести преступления, да, наверное, там, маньяк, убивший или сшленивший четырех человек, да, его не выпустят. А просто, ну, вот, как бы, человек, который совершил убийство, например, если это убийство, скажем так, ну, не очевидное, да, вот, его вполне могут выпустить. То есть, вот, например, в том деле, который я упоминал, да, в городе Абелин, там, выпустили до суда под залог людей. И вот, например, недавно была история в Аризоне, значит, хозяин ранчо убил мексиканца, по-моему, нелегального мигранта, который через его ранчо шел. И вот, да, его обвиняют в убийстве, но его выпустили под залог в размере миллиона долларов. Опять же вопрос, где люди возьмут такие деньги, да, понятно, что залоги часто назначаются очень большими, и часто, как бы, залоги назначаются, ну, по принципу, что все равно не соберет. Но есть нюанс. Да, понятно, что у большинства людей нет таких денег, но при этом есть залоговые брокеры. Грубо говоря, это компании, к которой вы приходите и говорите, я вам заплачу некоторую сумму денег, я вам дам некоторые гарантии того, что я не скроюсь, да, и, как бы, ну, если скроюсь, вы, там, машину у меня заберете, допустим, да, а вы внесете за меня всю сумму залога. И, там, не знаю, когда я путешествую, допустим, по Техасу, в любом маленьком городке почти, вокруг здания суда, вот, несколько этих залоговых контор, они есть. Следующей особенностью американского правосудия является то, что часто, ну, казалось бы, похожие дела, похожие преступления оцениваются в совершенно разные, как бы, сроки лишения свободы. Приведу несколько примеров. Значит, в районе Нью-Йорка пожилой мужчина ехал на машине и сбил другого мужчину, который, кстати, оказался отцом известной певицы Никки Минаж. Сбил насмерть и покинул место ДТП. Значит, что в итоге? В итоге его приговорили к году тюрьмы, по всей видимости, его выпустят раньше. В итоге, то есть, ну, на практике это, типа, месяца 8. С другой стороны, значит, Коварада, там был дальнобойщик, уроженец Кубы, по-моему, он ехал на грузовике, у грузовика отказали тормоза. В результате он сделал, что мог, но, тем не менее, не смог предотвратить ДТП, 4 человека погибли. Да, понятно, ну, здесь 4 человека, но тоже, да, тормоза отказали. Да, по закону формально это как бы его ответственность, да, там, не хозяина фуры, а его, как водителя, убедиться в том, что с тормозами все в порядке. Ну, понятно, что этот человек не какой-то, там, злостный преступник, да, ну, по большому счету, чтобы безопасить общество от него, да, достаточно отобрать у него права на вождение грузовика, например, да, вот. Но, как вы думаете, сколько получил этот человек за совершенное им деяние? 110 лет лишения свободы. И когда этот приговор выносили, судья сказал, что, типа, он понимает, что это безумие, да, но просто по закону, вот по той формулировке, как бы, в чем признали его виновным, да, а его, ну, как бы, виновным признали, да, формально он виноват, и 4 человека погибло. Меньше дать ему нельзя было. Вот, и это, конечно, ну, вопиющая история, очень большой поднялся скандал на эту тему, и в итоге губернатор Колорадо, он, ну, не полностью, но помиловал этого человека, он сократил срок со 110 лет до 10 лет лишения свободы. Тоже, конечно, довольно своеобразное решение, ну, как бы, остались им недовольны со всех сторон, как бы, и обвинения, и защита, но вот такая история, то есть, в общем, совершенно, как бы, плюс-минус, да, одинаковые, как бы, деяния, да, но абсолютная разница, да, 8 месяцев, там, ну, или пусть даже год, и 110 лет. Похожие истории случаются и, скажем так, в сфере преступлений в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Так, например, в Техасе учительницу за секс с 13-летним подростком приговорили к 60 дням тюрьмы. Как бы, мало того, что 60 дней, так ей еще их, как бы, назначили с отсрочкой, потому что она там сейчас беременна, в общем, она родит, там ребенок это подрастет, в общем, потом она отсидит свои 60 дней. Параллельно, вот другой пример, не из Техаса, там женщину за половые отношения с 15-летним школьником приговорили к 10 годам тюрьмы. Ну, вот, как говорится, сравните, да, на практике они совершили плюс-минус одно и то же деяние, а, как бы, получили крайне, значит, отличающиеся наказания. Вообще, вот эти, значит, угробные процессы, где судят учительницу за такие интимные отношения с учеником, это довольно популярная в Америке тема. Ну, и вот еще один пример, как бы, уже другой особенности, но тоже на похожем деле. Значит, в Алабаме учительницы предъявили обвинение, вот, и там, ну, как бы, ученик был, насколько я понимаю, уже, типа, ему было лет 17, и, то есть, формально он, как бы, уже был в старше возраста согласия, да, и при этом он не был, как бы, непосредственно учеником этой учительницы. Но закон говорил о том, что любой учитель, да, и любой ученик, вот, как бы, в этом случае, это, как бы, недопустимые отношения. И ей предъявили обвинение, причем там даже, по-моему, двум учительницам, ну, там, у каждой свое дело было. Вот, предъявили обвинение, и судья сказал, что вот этот закон, он, как бы, не конституционный, он нелегитимный, как бы, нельзя ее судить за это, это вмешательство в частную жизнь, потому что никакой, как бы, очевидной связи, да, никакой зависимости между просто отдельно взятой учительницей и отдельно взятым, как бы, учеником, да, если они, ну, как бы, ученик не учится у этой учительницы, их нету. Вот, и в результате, ну, как бы, все, ее ни на что не осудили, просто судья сказал, что здесь нет состава преступления. И еще одна история, опять же, на похожую тему, опять женщина-учительница, да, которая совращает несовершеннолетнего ученика в штате Юта. И эта история, она, как бы, демонстрирует, вот, историю с условно-досрочным освобождением в США, да. Значит, вот эту учительницу, ее приговорили к 30 годам лишения свободы, но обязательных из них, как бы, только 2 года. После 2 лет она может просить о, значит, условно-досрочном освобождении, да, и, соответственно, 30 лет, это, как бы, максимальный срок ее заключения. То есть, вот она, допустим, идет в тюрьму, просят ее освободить, а ей отказывают. Просят освободить, а ей отказывают. Ну, и, опять же, да, критерии, по которым решают, исправился человек в тюрьме или нет, они, как я понимаю, довольно субъективные. Поэтому, да, на практике в какой-то ситуации вот эти 2 минимум 30 максимум могут действительно превратиться в 30 максимум. Но вот такая, опять же, история, да, огромный разброс между потенциальным, как бы, минимальным сроком и максимальным. Ну, и дабы завершить историю, вот, с, скажем так, секс-преступлениями, или, как это теперь модно называть, сексуализированным насилием, значит, в Америке есть список секс-преступников, вот, и это, грубо говоря, открытые данные. Не знаю, по-моему, во всех штатах это работает, что прям есть карты в интернете, на которые можно, как бы, зайти, там, вбить свой адрес и прямо увидеть, где вокруг вас, в каких домах живут люди, осужденные за сексуальные преступления. А, значит, причем не просто, как бы, увидеть, что в этом доме живет, а прямо имя, фамилия, за что был осужден, фотография. И попадание в этот список, оно, скажем так, ну, плюс-минус за любое преступление, да, связанное как-то вот с чем-то вот таким интимным, так сказать. И, действительно, ну, там я, как бы, почитал, вот, кто вокруг меня живет, там, да, в радиусе, там, нескольких километров. Ну, то есть, там есть какие-то люди, которые, там, ну, где-то в чате, в интернете кому-то, там, несовершеннолетнему послали непристойную фотографию самого себя и попросили, как бы, в ответ, ну, то есть, условно говоря, может быть, это какой-то злостный, прям, педофил, да, может быть, это просто человек, который сделал глупость, да, я, как бы, не оправдываю, но допускаю. С другой стороны, да, там есть, действительно, люди, которые, ну, прям, вот, конкретные насильники, там, и детей насилуют, и взрослых, и так далее, и это все видно. Более того, насколько я понимаю, когда человек такой переселяется куда-то, там, он может быть обязан, там, соседям сообщить о своем статусе, и так далее, вот. Для убийц такого не существует, почему-то, да, вот, убийца выходит, и, как бы, все нормально, но вот секс-преступники, для них такие особые правила. Ну, и напоследок, значит, история с возмещением трат на адвоката. Понятно, что, опять же, это каждый раз на усмотрение судей, и конкретные суммы, и принцип, но вот история произошла недавно, буквально, в штате Миссури. Там учителя подали в суд на, значит, школьный округ, если не ошибаюсь, вот, из-за того, что округ заставлял их проходить какой-то антироссийский тренинг, ну, они, как бы, говорили, что это, как бы, неправильно, и подали в суд на, ну, фактически, своего работодателя. Значит, в иске они требовали всего лишь один доллар компенсации, то есть иск формальный, ну, и плюс отмену вот этого вот решения, да, отмену вот этой политики. В результате суд принял сторону ответчика, он сказал, что это легитимно, и обязал истцов, там, по-моему, двое учителей, возместить расходы на адвоката. Ну, а школьный округ, деньги, так как говорится, казенные, да, не жадничал на адвокатов, и в итоге на двух этих учителей выпала такая довольно тяжелая ноша в виде выплаты более чем 300 тысяч долларов компенсации, значит, трат на адвокатов, которую, собственно, совершил школьный округ. Вот, так что, как говорится, да, в суд в Америке можно подать, в принципе, ну, по любому поводу, плюс-минус, как бы, в зависимости от штата, и, там, заплатив пошлину 40 долларов и вперед, вот, но всегда есть такая возможность, что, скажем так, ответчик потратит на адвокатов столько денег, и вам это придется возмещать, что, в общем, вам уже мало не покажется. Вот, на этом на сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok